А что там рассказывать? Собственно говоря, теперь год у нас 72-й. 72-й год у нас. Альбом Sometime in New York City, то есть, собственно, с того, с которым мы начинали. Альбом у нас открывается песней со странным, немножко довольно смелым названием. Там не очень страшное для английского уха слово на букву N. В общем, называется она то, что женщина в этом мире все равно, что черномазый раб. Собственно говоря, как рассказывал Джон, а у Джона было замечательное поэтическое чутье. Он как что услышит, вот он все время очень переживал по этому поводу. Так он, когда первая его жена Синтия что-то там ему пыталась предложить вот такую строчечку в песенку, он так говорил, не говори мне слово «just», не надо его сюда ставить. А тут Йока тоже ему сказала фразу и реакция была обратная. То есть она ему сказала фразу «woman is the nigger of the world». Ну, а ты, как по его собственному признанию, Джон думал над этой фразой года два, наверное. К 70-му году, собственно говоря, он понял, что эта фраза означает, воспринял ее эстетику, а где-то через два года, в общем, написал песню. Это была и песня, и мировоззрение. В общем, так получилось, что Джон Леннон, наверное, стал первым певцом феминизма, тем более мужского пола. «Women is the nigger of the world» прозвучит сейчас с этой замечательной сцены. Пожалуйста. Ха-ха! Пай! «Алитинонbう!» 하나! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо.